Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов Сегодня у нас по одному из современных календарей 23 января 2018 года, вторник По одному из старинных Третий день месяца в юг из Тужи 7526 лет, шестица Фальсификация новой истории Вот такая у нас сегодня интересная тема Автор-сказитель Владимир Алексеевич Шемшук Здравия, Владимир Алексеевич! Здравия, но у нас сегодня видео ведь будет, да? Если нет желания нажать кнопочку видео То будем в радиоформате, конечно Значит, сегодня я хотел рассказать Немножко о фальсификации Новой истории Которую мы все хорошо знаем И тем не менее В ней много есть Белых пятен Которые, в общем-то Мало кому известны Ну и которые от нас Пытаются всякими способами Сокрыть Ну, начнем Значит, с войны 1812 года Мы в прошлый раз о ней говорили Говорили о том, что В общем-то и Александр Первый Это династия Бурбонов И, значит, Наполеон Это династия Бонапартов Они вместе Воевали против Не знаю, что они Извечные конкуренты Но вместе они воевали против Московской Тартарии Которую возглавлял Как раз Андрей Первозван Вот Ну, его сейчас сделали Апостолом Мы это знаем Ну, а поскольку Мы также знаем Что Библия Постоянно переписывается И Его записали в Апостолы Хотя Первозванность Она не потому Что он первый пришел К Иисусу Как нам рассказывают Потому что У нас Было перевоплощение И людей Которые ушли Их возвращали И у них могли быть Одинаковые имена И поэтому Они могли быть Первозваным Второзваным Третьозваным А имя Не зависело От того Как хотели Родители дать Имя Определялось Датой рождения И там уже Никуда Не прыгнешь Имя Давалось Однозначно И поэтому Вот эта Последовательность Первозванности Кого первого вызвали Кого вторым вызвали Кого там третьим Вот она сохранялась Это был Андрей Первозванный Он так же Почитаем Как и Александр Невский Невский В русской Нашей истории Именно потому Что это был Последний Фахистский Защитник Московской Тартаи Москва Которая была В 1812 году Захвачена Наполеонов И Александровской Армии Она Оказала Естественно Сопротивление Защищался Буквально Каждый дом И для того Чтобы Не терять Лишних людей Наполеон Вместе С Александром Они поджигали Дома Где засели Ополченцы И сопротивлялись И сжигали Это был Первый пожар Москвы О котором Нам сейчас Не рассказывают А вот Настоящий пожар Который Произошел Это был Пожар 1820 года И вот Именно В 1820 году Неизвестные Художники И в том числе И известный Художник Как Верещагин Нарисовали Свои Картины Пожар Москвы И если Вы посмотрите Эта картина Это в действительности Ужасное Зрелище Когда Столбы Пламени Поднимаются На много Много Там сотни Может быть Даже метров То есть Каменные Здания Так не могут Гореть От того Что там В какой-то Комнате Или В комнатах Возник пожар Ну валит дым Изо всех Ну знаете Обычные Пожары Которые Мы наблюдали Много раз Валит дым Из окон Но есть Из-за Кипломени Но чтобы Все здание Горело Оно могло Загореться Только в том Случае Если температура Очень высокая В действительности При ядерных Взрывах Возникает Такое явление Как огненный Смерть В литературе Это еще Не устоявшееся Название Потому что Мы его Наблюдали В двух Случаах Всего лишь Это В Хиросиме Там было Много Живых Живых Кварталов И поэтому Там этот Огненный Смерть Возник И второй Огненный Смерть Возник В Дрездене В 1945 Году Но его Тогда Бомбили Настолько Плотно Что Вот эти Пожары Они Как при ядерных Взрывах Настолько Все было Раскалено Они Как при ядерных Взрывах Начали Создали Вот этот Вот Ну как Труба Да И вот эта Труба Она Создала Вот этот Мощный Поток Который Заставлял Гореть Каменные Дома И точно Такая же Вещь Произошла В Москве Но она Произошла Именно В 1820 Году Почему Именно В 1820 Году Потому Что После Ядерной Бомбардировки Которая Всегда Вызывает Дожди Осадки Здесь Произошло То же самое Начались Осадки И Именно В 1820 Году Была Открыта Земля Санникова Которая Была Еще Цветущим Краем Но Вообще Вся Земля Еще Оставалась Цветущим Краем А Здесь Произошло В общем Начались Выпадать Осадки То есть Все Изменилось В мире Все Изменилось А осадки Ну Во-первых Когда ядерные Взрывы Происходят Там Происходит Выброс Атмосферы В космос Потому Что Волна Которая Распространяется Вдоль Поверхности Земли Она Точно Так же Распространяется И вверх Увлекая За собой Массы Воздуха И в общем То У нас Давление Сразу Упало На земле Давление Упало Из-за этого Пошли Вот эти Осадки Упала Температура То есть Началась То что Называть Ядерная Зима И самое Интересное Что Осадки Стали Концентрироваться На Северном Полюсе И начали Концентрироваться На Южном Полюсе И вот У нас Именно Тогда Произошло Наводнение Ну то что мы Сейчас знаем Как Семенный Потом Почему 1120 год Еще Потому что Именно В этом Году Происходит Открытие Антарктиды Антарктиду Открывают Но она Уже Покрыта Льдом Люди С Антарктиды Естественно Эмигрируют И Фактически Мы Смотрим Все Южные Части Наших Континентов Значит Южная Америка Африка Австралия Ну и Даже Какой-то Степени Азия Они Заняты Белыми Людьми То есть Вот Бразилия Аргентина Чили Там Белого Населения От 53 До 97 Процентов Австралия Тоже Практически Все Белое Южная Африка Тоже Белое Население Потому что Они Это Все Переселенцы С Антарктиды Потому что Там Начался Началось Оледенение Жить Стало Невозможно Урожай Стало Невозможно И оттуда Народ Естественно Побежал И Поплыл На ближайшие Континенты Тоже Произошло В общем-то И С Арктидой Которая В общем-то Ее рисуют Как Атлантида Но В принципе Это Арктида Сейчас Потому что Нас Арктика Называют Там Там Было Больших Четыре Острова И В силу Того Что Они В общем-то Не представляли Единую Платформу Как Антарктида То Там Быстро Накопление Вот этих Отсадков Снег Ведь он Никуда Не Удевается Он Начинает Давить На поверхность И Произошло Опускание Тех Четырех Островов Вот Это Опускание Уже Произошло Где-то В районе 1846 Года Почему 1846 Год Потому что Именно В 19 Веке С 1846 По 1952 Год Это Шесть Лет Происходит Мощнейшее Землетрясение Когда Трясет Всю Азию Трясет Всю Европу Северную Америку Мощные Землетрясения Откуда Они Взялись Причем Разрушенные Стоят Города Даже Париж 1852 Года Стоит Разрушенный На фотографии Хотя Нам Не говорят Что Там Было Землетрясение Ну То То Пытаются Скрыть Вот Получается Что Именно В этот Момент В силу Того Что Произошло Опускание Начался Потоп Потоп Затопил Многие Города И Мы Сейчас Видим Что Вот эти Цокольные Этажи Образовались Хорошо Вот Алексей Кунгуров Нам Показал Это Что Практически Во всех Северных Городах Такая Оказия Случилась На Шесть На Семь Как Допустим Петербург Метров Произошло За Иллинию То Есть Илом Покрыло Всю Поверхность Городов А В Хабаровске Например Там Вообще Девять Метров Получилось Некоторые Города Полностью Закрыло Одно Которые Находились На Севере Вот Еще Предстоят Раскопки И Получилось Так Что Началось Землетрясение И В этот Момент Может Быть Даже Чуть Раньше Именно В 46 Году Именно Когда Начался Потоп Произошел Так Называем Коврок Земли Коврок Земли Это Эффект Дзенебекова Который Открыл Будучи Летая В космосе Оказывается Пропеллер Который Свободно Вращается В Воздушном Простанции То есть В невесомости Он Периодически Ковыркается И Земля В силу Того Что Здесь Произошло Во-первых Сибирь Низминск Где Находится Она Была Затоплена Вся Естественно Что Давление На эту почву Вызвало Во-первых Землетрясение А во-вторых Изменение Принцессии Земли Которая Могла Презести Ковырку Когда Вся вода Ушла Снова Произошел Второй Ковырок И вот О том Что Был Все-таки Ковырок Свидетельствует Картина Французского Художника И фотографа Андреа Дюрана Он По приглашению Никиты Демидова Это Известный Персонаж В нашей истории Приехал В Россию Из Франции И Значит Фотографировал Места И вот он Сфотографировал Значит Между Костромой И Ярославлем Деревушку Где Было Выстроено Две церкви Одна Каменная Другая Деревянная Каменная Видно Что Это Старая Церковь А Новая Церковь Деревянная Она Была Нормальная А Каменная Она Была Чуть Занесена И Видно Что Там Ее Откапывали Вот И У Них Входы Находятся Друг Против Друга То И Получается Что Где То А Он Был В 1939 В 1839 Году Приглашен То Получается Что Где Тут В Этот Период Произошел Этот Ковырок То За Год Там Где Успели Построить Эту Церковь Потому Что Та Каменная Была Неправильная Не В ту Сторон Молились Вот Ну А Потом Произошел Обратный Ковырок То То Земля Как У нас Выравнилась И Это Все Происходит В XIX В Вот У нас На Земле Согласно Греческой Истории Было Три Потопа Это Акигов Потоп Это Во времена Ивана Грозного Еще Произошло Девкалионов Потоп Девкалион Это Сын Прометея Вот Это Вперед Правления Царя Федора И Дарданов Потоп Но Это Скорее Сего Потоп XIX Века Хотя Я Конечно Уверен Может Он И Раньше Произошел И Не Описан Великой Историей Но Поскольку Фальсификаторы В общем То Передич Ну Как Б Продолжают Фальсифицировать Вплоть До Наших Дней Поэтому Скорее Всего У нас Так И Было Три Потопа Вот Первый Потоп Он Был Спровоцирован Как Раз Тем Апокалипсисом Во Время Апокалипсиса Там Погибло Много Не Только Земля Погибло Много И Планет Вот Погибло Во-первых То Что Мы Назовываем Файтон Скорее Сего Его Правильное Название Было Прозерпина Потому Что Оно Как Название Сохранилось У нас В астрологии До сих пор Ее считают Там Вот Но Подносится Немножко К другому Погибла Планета Между Сатурном И Ураном Там Остался Поиск Комет От нее Остались Планеты Которые До сих пор Открыты Там Их Три Крупных Планеты Ну Планеты Конечно А Такие Как Тот же Самый Плутон Как Наша Луна Ну Где-то В этих Пределах Значит Это Между Сатурном И Ураном Дальше Значит Поиск Копера Где у нас Находится Это За Нептуном Уже Там Как раз У нас И Плутон И Херон И Хорон Значит И Седан Тоже Остатки От этой Это спутники От оставшейся планеты Вот Она была Ну Чуть меньше Конечно Нептун Нептун Планета Гигант Вот И Заметьте Что И у Питера И у Сатурна У них У всех Есть кольца Кольца Это тоже Остатки Погибших Планет Как у нас Боя Астероидов Существует Где была Прозерпина Точно так же Значит Вокруг Этих Планет И они Были Достаточно Крупные Самая Крупная Была У Сатурна Но у него Сейчас Титана Одна Из Крупнейших Она Почти Как Близко Земле По размерам Вот И В общем-то Кольца Которые Вокруг Него Это Тоже В общем-то Остатки Планет Если Посмотреть По Острованию Колец Я Просто Не Нашел Этот Материал Вот Можно Вычислить Точно Сколько Погибли Еще Планет Земной Группы Находящихся Вокруг Сатурна Вокруг Юпитера Там Тоже Значит На Скольца Есть Но Не Таком Масштабе Как Вокруг Сатурна Конечно Но Они Тоже То есть Вот Это Был Апокалипсис То есть Это Действительности Погибли Планеты Земной Группы Ну Спутники Планеты Вот И В общем-то У нас Ивану Грозному Пришлось Все Эти Последствия Потом Уничтожать Убирать Если Говорить О Следующем Потопе Девкалионов Ну Он Произошел У нас Во время Как раз Федора Царя В результате Войны Скорее всего Этого Битва Перекор Шетре Она В общем-то И явилась Или то Что Троянская Война Называют Тоже Было Применено Вот Это Ужасное Оружие Которое Описано На Махабхарате Оно Очень Напоминает Ядерное Оружие И Вот Здесь Вот Тоже Получилась Такая Ситуация Как И В 19 Веке Ну Там Вообще Описано Очень Много Видов Махабхарате Много Видов Оружия Которое Очень Напоминает И ядерное И ядерное Оружие И более Какое-то Универсальное Оружие Которое Только Все Сжигает И Оружие Которое Вызывает Окаменение Оружие Которое Вызывает Наводнение То есть У них Очень Много Было Всевозможной Техники Разрушения Примененные Как раз В эпоху Транской войны И Вот Этого Периода Это был 17 век В 16 веке Апокалипсис А уже В 17 Девка Леонова Потоп Это Все Что касается Значит Наших Катастроф За последнее Время Но я Уже Говорил По поводу Того Что Весь Княжеский Период Который Отнесен До Московского Царства Недействительности Произошел После Московского Царствования То есть После Последнего Русского Царя Ивана Грозного Все остальные Якобы Князья Они были Тоже Царями Вот Но это Все Произошло В период 16 Значит Конец 16 И Начало 19 Века Вся Княжеская История Она Укладывается Именно в этот Период Ну Естественно Аргументы Были Но Придимы Сейчас Мы Не будем Повторять Сейчас Я хочу Подговорить Как раз О том Что же Было В действительности У нас Происходило В истории Нашей Земли Ну И Прежде всего Конечно История России Прежде всего Касается Конечно Пальсификации Нашего Лидера Вождя Владимира Ильича Ленина Почему Столько Загадок Связано С этим Человеком Дело В том Что Он На то Что Очень Много Схожего В биографии Ленина И в биографии Маркса Обратил Внимание Еще Павел Козловский Я Вот Могу Зачитать Его Опубликованную Работу Тут Буквально Страничка Чтобы Стало Понятно Что Это Один Тоже Человек За Три Кода До Смерти Наполеона 1821 Году Рождается Карл Маркс 1818 За Три Года До Смерти Наполеона 1885 Года Наполеон Третий Мельц Рождается Владимир Ильич Ленин 1870 Год После Смерти Царя И Казни Пяти Заговорщиков 1825 Год Проходит 18 Ленин Рождает Из Россия 1900 Год Идут Параллели После Иммиграции Карла Маркса Из Пруссии 1843 Год Проходит Пять лет Маркс Принимает Участие В Революции 1848 Года Во Время Революции В городе Франкфурте На Майне Собирается Германское Франкфуртское Национальное Собрание Распущенное Через год После Начала Революции Подавленной Революции Во Время Этих Событий Прося Вела Неудачную Войну Здание Основное Государство Претендовавшее На Земли Рядом С Прося После Иммиграции Владимира Ленина Из России В 1900 Году Проходит Пять Лет В 1905 Году Ленин Принимает Участие В Революции 1905 Года Во Время Революции Собирается Государственная Дума Распущена Через Пару Лет После Начала Революции Подавленной Революции Во Время Этих Событий Рассевела Неудачную Войну Войну В Японии Основное Государство Претендовавшее На Земли Рядом С Россией То Понимаете Сходится Все После Смерти Русского Царя И Казни Пяти Заговорщиков 1825 Проходит 23 Года И В 1848 Году Во Время Революции В Германии Той Самой Пруссии Которая Неудачно Воевала Со Странным Государством А реакционеры Разогнали Французское Национальное Собрание Происходит Издание Известившего Манифеста Коммунистической Партии Это 1848 Год Активную Роль В революции Играл Карамас За 5 лет Дарюльцу Уехавшись Германии Но Вовремя Вернувшись После Смерти Русского Царя Казни Пяти Заговорщиков 1881 Год Проходит 24 Года И В 1905 Году Во Время Революции В России Когда Россия Неудачно Воевала Со Странным Государством А реакционеры Разогнали Государственную Думу Происходит Издание Известнейшего Манифеста Это 17 Октября 1905 Года Активную Роль В революции Играл Тогда Владимир Ильич Ленин За 5 Лет До Революции Уехавший Из России Но Вовремя Вернувшийся То есть Везде Показана Идентичность Этих Людей Из этого Можно Сделать Был Вывод Во-первых Конечно Сравнение Портретов Тоже Говорит Что Карл Марс Это Просто Волосатый Ленин То есть Это Старые Просто Фотографии Ленина Из этого Факта Что Эти Два Паралельных Человека В общем-то Является Одним Человеком Можно Сделать Какой Вывод Или То Что Ленин Родился В Действительности В 1818 Году И На Момент Революции В 1917 Уже Было 99 Лет А Не В 1880 Как Нам Рассказывают Или Маркс Полностью Выдуманный Выдуманный Персонаж Для Того Чтобы Ну Как Бы Сделать Основание Предтечу Что Ленин Был Не Выскочка Что Вот Было Уже Когда-то Учение Был Капитал Карлмарса Издан То Есть Два Таких Можно Сделать Вывода Ну Я Склоняюсь Больше К Первому Выводу Потому Что У нас Во-первых Когда Произошла Революция У нас Паспортной Системы Не было Ее Ввели Где-то Уже В 30 Год Были Справки Там Всякие Вот А Здесь Значит Была Такая Ну Установка Что Ли Что Люди Которые Жили Долго При Царизме Проклятым Да Они Ну Как Пережитки Прошлого Они Не Должны Жить В нашем Обществе Поэтому Вот Все Эти Как Б Репрессии Были Именно Против Старых Людей И Поэтому И Ленину И Всему Ему Роду Возраст Был Уменен Специально На Значит Где-то На 30 С лишним Лет На 30 А 70 Минус 18 На 52 Года Получается То есть И Всем Остальным Старцам Которых Было Очень Много На Руси Которые Если До Сих Пор Переживших Революции И Все Прочее Вот Ну Они Особо Не Афишируют Свой Возраст Потому Что Они Хорошо Знают Что Их Могут Убрать Что Есть Такая Установка Уничтожать Всех Долгожителей У нас На Земле Чтобы Все Думали Что Живут Люди Недолго Вот Теперь Другая Фальсификация Которая Тоже Связана У нас С Образованием Советского Союза Мы Знаем Что Революция Была Мировая И Даже Была Записана В первой Конституции СССР Но Уже Во второй Конституции От Мировой Революции Отказываются И А Почему Она Была Мировая Потому Что Она Прошла В Действительности Сразу Во многих Странах То есть Революция Была В Бразилии В Мексике То есть Вот 17-21 год За этот Период Произошла Революция В Бразилии В Мексике Аргентине Германии Австро-Зенгрии Болгарии Финляндии Франции Франция Которая Значит Появилась Эльзовская Советско-Социалистическая Республика В Иране Появилась Гелянская Советско-Социалистическая Республика В Турции В Корее В Индонезии В Индии В Китае И еще Многих Других Странов Которые Не обозначены У нас В истории Но тем не менее Есть такая штука Что это не все Перечисленное То есть Почему так происходит Да потому что Российская империя Она К 1905 году Фактически Владела Всей Землей То есть Африка Австралия Обе Америки Это все Была Российская империя И первые страны Которые из нее начали Выделяться Это выделилась Германия И выделилась Япония Вы помните Русско-японскую войну Вот Ну и под этот шумок Удалось Выделиться И Германия И вот У нас В 1922 году Образовался Союз Советских Социалистических Республик Туда вошло 15 республик Ну Известны Это Грузия Значит Армения Украина Белоруссия Вот Вот Эстонии Это Литвы Латвии Их не было Казахстана Таджикистана Их тоже не было Была Была Значит Георианская СССР Да То есть Это Иран Иранская Вот Была Бухарская Была Харинская Советская Советская Республика Была Веймарская Там тоже В Германии Произошла Революция И была Воварская Советская Социалистическая Республика То есть В действительности Союз Советских Социалистических Республик Представлял Из себя Совсем Другое Образование Чем нам Рассказывают Но В процессе Того Как начали Закручивать Гайки Пошли Вот эти Все Преследования Но Кстати Героят Мировая Революция Она ведь Коснулась Всех Она Везде Была Мировая Революция Везде Фактически Шло Преследование Изъятие Истории Во-первых То есть Преследовали Прежде всего Те Которые Знали Историю То есть Интеллигенцию Прежде всего Преподаватели Конечно Истории Вот их В общем-то Зачищали По всему Миру Для того Чтобы Они потом Не могли Ничего Рассказать Про настоящую Историю И в то же Время Значит Мы знаем Вот эта Великая Депрессия Она Пришла Как вот У нас Когда СССР Распался Тоже Началась Депрессия Потому что Связи были Порваны Точно Так же И здесь Связи Были Порваны И Фактически Начался Вот этот Экономический Кризис Но Он был Потихонечку Преодолен И вот В силу Того Что Значит У нас Образовался СССР Да Начались Выделяться Республики И Гитлер Который Был В общем-то Канцелером Избран Германии Он Убедил В общем-то Сталина Что Все Отвалившиеся Республики Эльзаска Отвалилась От нас Республика Она тоже В СССР Входила Значит Австро-Венгрия Которая Значит Австрия Там Отпала С Венгрии И у нас Уже Как бы Территория Граница Не стало Общих И именно Поэтому Гитлер Предложил Сталину Вместе Вернуть Все эти Отколовшиеся От нас Страны Снова В ЛОНО Ну Чтобы у нас Сохранять Число 15 Нам Значит Пришлось Вот Харезмскую И Бухарскую Там Размножить На несколько Стран Киргизия Которая Была Да Ну Присоединили Там Выделили Там Казахстан Вот Киргизскую Там Выделили Таджиевскую Выделили То есть В отдельную И короче говоря Обратно Набрали Тих 15 Республик И в Тридцать Третьем Году Фактически Когда В общем-то Начался Распад СССР Да Вот Начали Начинаются Репрессии Начинаются Репрессии Уже Против Того Чтобы Этого Распада Не было То есть Вот В странах Этих К нам Как бы Опять Присоединенных Начинаются Репрессии И Гитлер Со Сталином Они В общем-то В общем-то У них была Совместная Программа Завоевания Европы Но Произошла Подмена Гитлера И Гитлер Вместо того Чтобы Воевать А Сталин Позволил Ему В принципе Баварю И Верманскую Республику Объемить И стать Снова Германией И они Начали Захват Польши Захват Австро-Венгрии Ну Пошла Уже Другая Песня И они В принципе Подготовив Базу Напали Потом На Россию Хотя Сталин Как вы Помните Не хотел Верить В то Что У нас Значит Произошел Конфликт С Гитлером С которым Была договоренность Поэтому Сказали Что Вероломное Нападение На СССР Оно Его не должно быть Должно быть По плану Как они Договаривались Возвращение Вот Ну Кстати говоря Вот в это же Время Там же Китай Китай Хотя он не вошел В СССР Но Он Ему Отдали Манчжурию Вот А Манчжурия Она В общем-то Она же С нами Не воевала Вот В период Великой Отечественной Войны Она не воевала Хотя у нее Шестимиллионная Была армия Вот И Когда Значит Мы объявили Войну Японии Да Манчжуры Они В общем-то Сдались Все Капитулировали Вышел Командующий Армии Сказал Что Эта страна Понесла Тяжелые Потери В этой войне И Я не хочу С ней воевать Ему положил Пистолет И вся армия Положила Пистолет Ну В смысле Оружие И В общем-то Она была Сдана В общем-то Советским Войскам Но ее Отдали Как и КВЖД Как и Город Дальний Как и Порт Артур Как и Харбин Все было Отдано Китаю Но это Все решало За кулисы Сталин В то время Договорился С Манцдуном Чтобы Манчжури Ему все-таки Вернули Обратно Потому что Там жило Русское население И за это Он Ему Манцдуну Передал Ядерное оружие Но Этого Присоединения Не произошло Потому что Манцдун Сказал Что там В общем-то Наверху Этого сделать Не позволили Но тем не менее Китай Таким способом Получил оружие Это не Хрущев Отдал Как нам Рассказывают Отдал Именно Сталин И именно За Манчжури Которую Мы так И не получили Вот И в общем-то В 1933 Году СССР Фактически Распался Распались Вот эти Ушли Республики Ушла Французская Татаризанская Область Но она так и есть Но была Республика Вот Георианская То есть Иран ушел От нас Вот Веймарская Баварская Все вот эти Вот Австро-Венгрия Они все От нас ушли Хотя они были Все в составе СССР И вот сейчас У нас снова Произошел Распад СССР Но нету Такого Лидера Который Сейчас бы Смог Снова Собрать Все В кучу Обратно Как и было В общем-то При Сталине Хотя мы Хорошо понимаем Что всем Руководят Не те Политики Которых мы Видим А руководить За кулисами Которые В общем-то Выгодно Что чем Будет больше Государств Тем Им легче Нами управлять Но и у них Главная цель Это именно Управление Ну вот Вкратце Что я хотел Рассказать Вот еще Только единственное Хотел Добавить То что я не сказал Когда Значит Была вот эта Вот Ядерная война 1820 года У нас города В то время Да Они были Очень большие По площади Если сейчас Допустим Сравнивать Города Которые Самые большие У нас Самые большие Считается Пекин 16 тысяч Километров Квадратных Да Ну и город Дальний Этот вот Сейчас Гуанчжоу Называется Тоже Китай 7400 Километров Квадратных Москва Всего 4700 Метров А Лондон 1600 Километров Квадратных А вот Те Где были Там Где были Большие города Там В действительности Когда Произошла Бомбежка Ну там Естественно Все выгорело И образовалась Пустыня То есть Там камни И все Постройки Все превратились В песок И Такие вот Пустыни Как Виктория Это В Америке 424 тысячи Километров Это был Единый город 424 тысячи Гоби Это Миллион 300 Квадратных Километров И Наконец Сахара Которая 9 Миллионов Квадратных Километров То есть Сахара Вообще В переводе Бенгальского Непальского Узбекского Хиндии Означает Город А там Сейчас У нас Пустыня То есть Представляете Какие были Города Которые У нас Были На земле До Вот этой Ядерной войны Которая Произошла В действительности Между Марсом В то В то время Который Еще Был И Между Тартарией Причем Эта война Ее сделали Так Что Она Якобы Произошла Между Наполеоном Да И между Тартарией Но Судя По дневникам Которые До нас Донес Алексей Кунгуров Там И Маршалы Пишут И генералы Пишут О пожаре В Москве О том Что Вот эти Все Симптомы Лучевого Облучения Когда И волосы Выпадают И зубы И ногти И язвы По телу И тут Все признаки Лучевой болезни Но они не знают Что это такое Они не знают Откуда Этот пожар Откуда Эта болезнь То есть Понятно Что население Уже было давно Опущено В Тартарии Конечно Там Знали Понимали Что происходит Но В силу того Что она Практически Вся была Уничтожена То Вот этот Гермонголоизм Который Вызван Был Ядерным Мотогенезом Потому что Когда Ядерные Вот эти Все вещи Происходят Радиация Появляется У нас Детишки Рождаются Монголоидами Генетика Показывает Что у них Вместо 46 Обычно 47 Хромосом То есть Нарушена Генетика Получилось Ну Они сейчас Монголо В общем-то Выправились Да Ну И в общем-то Весь Азиатский Континент Вот Ну Почти Весь Занимает Присутствует Именно Монголоидная Раса Именно Пережившая Вот этот Ядерный Катаклизм Ну и потом По Марсу Был ответный удар Но этот Ответный удар Нанес Нанес Гитлер Потому Что Согласно Опять же Наших Спецслужб Они В общем-то Рассказывают По поводу Того Что Гитлера Заменили Почему Он Напал На СССР Во-вторых У нас Были Открыты В XII веке Еще Каналы На Марсе Да Вот А вот Уже В 50-е годы 20-го Столетия Их уже Не было То есть Гитлер Как Вот Говорят Эти Наши Спецслужбы Они Нанесли Удар И По Луне И Нанесли Удар По Марсу По Марсу Где В общем-то Вот Эти Откуда Собственно Горя Эти Хазары И Прилетели К нам Хазары Они Смотрите Бог Марс И Они В общем-то Здесь Достаточно Прочно Обосновались На Земле У Марса Вот Кстати Горя Ни Одна Скульптур Не Сохранилась С Его Головой Потому Что У Них Лошадиные Лица И У Нас Поселения Еще Были После Революции Еще Долго Зачищали Но Опять Ж Об Этам Мало Кто Помнит Но Старожилы В общем-то Мне Рассказывали Что Удмурты Настоящие Удмурты Это Люди Лошади Вот Ответный Удар Был Гитлера Который В принципе Уничтожил Цивилизацию На Марсе Полностью То Что У него Были Разработаны Летательные Аппараты Это Ну Уже Как бы Ни для Кого Не секрет То Что У них Было Ядерное Оружие Это Тоже Ни для Кого Не секрет И То Что Они В общем-то Выходили В космос И летали Об этом Начинает Все больше И больше Появляться Информация Я думаю Что Она В конце Концов Утвердится У населения И мы будем Более-менее Знать Правдив Нашу Историю Ну Вот У меня Вкратце Все Благодарю Переходим Ко второй части Нашей Беседы Потому Что Вопросы Начнем Их Зачитывать Народное Славянское Радио Для пытливых Умов Продолжение Слушайте В следующей Части